Всем привет, ребята, вы на канале Сфи Ларсон, и сегодня мы с вами будем писать цели на 2022 год. Похоже, видео я снимала в прошлом году, если честно, мне оно просто безумно понравилось. Сегодня мы с вами будем оформлять ежедневник, блокнот, это может быть все, что угодно, а как раз-таки главную страничку, можно так сказать, перед всеми целями. Будет некая ассоциация со всеми нашими мечтами, целями и так далее, так что мне кажется, это будет просто отличный вариант, то есть, как знаете, самую первую страничку. А дальше мы уже будем писать все наши цели. Мне кажется, я подобрала просто идеальный вариант как раз-таки для первой и самой главной странички, именно дизайн, потому что это будет реально прям безумно круто, и это будет просто безумно легко повторить, потому что, опять же, знаете, что для меня что-то сильно трудное придумать, нарисовать, это очень тяжело, поэтому я решила выбрать очень простой дизайн в Пинтересте, который просто идеально подходит для цели. И еще, наверное, года два назад я увидела у одного блогера видео, там, где он рассказывает, как он записывает свои цели и как они у него сбываются. Я решила попробовать, и знаете, мне этот вариант очень сильно понравился. Тут неважно, в каком порядке, какие вы будете писать, там, телефон, поездка и так далее, абсолютно неважно. Но вот главное писать все в прошлом времени, как будто оно уже у вас есть. Допустим, я хочу поехать на Мальдивы. Я поехала на Мальдивы. И вот как раз-таки писать все в прошлом времени, будто у вас уже это все исполнилось. На самом деле, не знаю даже, как это влияет, но вот как-то, когда ты это все записываешь, как-то у тебя уже на ум приходит такая мысль, будто вот реально вот-вот это произойдет. Даже не знаю, вот или это чисто у меня, или как, но вот у меня, по крайней мере, так постоянно происходит. Такой самый-самый главный момент. Да, мы сейчас напишем все цели как раз-таки в прошлом времени, но перед теми целями очень важно поставить как раз-таки то задание, которое вы можете сделать в новогоднюю ночь. Допустим, я съела оливье. Должна быть одна цель, одно задание, которое вы сделаете именно в новогоднюю ночь. Это даже некое самовнушение, что ли, но тем не менее, это реально очень круто работает на подсознание. И поэтому как раз-таки, мне кажется, я буду писать самое первое, это я съела оливье. Ну, в новогоднюю ночь логично, что съем оливье. И потом эту цель мы просто выделим, закрасим, поставим галочку, то есть что хотим, сделаем, чтобы у нас она уже была выполнена. И таким образом, как по мне, пойдут дальше все цели, все мечты намного легче. Поэтому, как по мне, это просто безумно круто. Конечно, от одной части это самовнушение, но от другой это вот просто нереальная какая-то мотивация, поднимается сразу настроение. И поэтому почему бы такое не сделать? Опять же, лучше всего, мне кажется, записывать цель 31 числа, но все же я вот тот человек, который не могу все продумать до мелочей. Именно за один день, там, за какой-то период времени мне нужно так хорошо подумать, хорошо осознать, что я хочу больше всего и так далее. Что-то еще додумается. И вот из-за этого выйдет довольно-таки много целей, которые мы с вами осуществим. Ну и, конечно же, надеяться чисто на судьбу, на вселенную и так далее тоже нельзя. Нужно, опять же, работать над собой и самим придумывать какой-то способ, как достичь ту или иную цель. Ну что ж, я вам все рассказала, я очень довольна своим рассказом, так что теперь будем приступать к оформлению. Погнали! Итак, ребята, как я и сказала, в начале видео у нас будет максимально легкий, но безумно классный дизайн. Для начала нам нужно написать фразу цели на 2022 год. Это самое трудное, так как у меня почерк так себе. Поэтому написать более-менее красивую фразу для меня проблема. Но через попытки 4 все-таки я смогла сделать что-то неплохое. Я решила немного навести контур букв по левому краю. Так фраза будет выглядеть более объемно. И да. Отлично. И я готова. Теперь самый интересный момент. Я рисую созвездия. Я решила выбрать именно их, потому что обычно со звездами у нас ассоциируются наши мечты и что-то, что кажется невозможным. Если падает звезда, то мы загадываем желание. Именно поэтому для всех своих целей я выбрала созвездия. Далее возле созвездия я решила нарисовать просто много разных точек, которые будут служить звездным небом. Также я нарисовала несколько планет и месяц. Делаю я это в разброс по листу, чтобы не смотрелось пусто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее решила взять фиолетовый маркер и немного все выделить. К примеру, цифры 2022, чтобы они не потерялись во всей картине. И также закрасить планету и месяц. И вот такая красота у нас получилась. Идея безумно легкая, но ассоциации с ней просто самые чудесные. Например, у меня такие. Мои цели это звезды, за которыми я стремлюсь и делаю все, чтобы их достичь. Как по мне, это просто отлично. Теперь мы переходим к самим целям. Этот пункт, возможно, затянется не на один день, так как нужно хорошенько подумать, что мы хотим от этого года. Как я говорила в начале видео, все цели пишу в прошлом времени. Пока у меня вышло 9 целей, но я уверена, что буду еще дописывать. Также я решила нарисовать одно созвездие и точно такое же звездное небо с планетами и месяцем. В общем, как по мне, получилось невероятно красиво, но стоит помнить, что наши цели это не только мечты, и они сами не придут. Нам нужно делать все возможное и невозможное, чтобы их достичь. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если честно, на протяжении того времени, когда я записывала все цели, оформляла это все, у меня поднялось максимально новогоднее настроение, какая-то максимальная мотивация. И поэтому я уверена, что если вы так сделаете, у вас будет абсолютно то же самое, потому что поднимается какая-то классная энергетика, что ли. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вы были на канале Сфера. Ну а я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вы были на канале Сфер Ларса, до новых встреч, пока-пока!